Понятно, да? Все, тогда... Значит, какой вид имеет итоговая контрольная работа? Значит, это 50 вопросов, которые выдаются на одну пару. И все вопросы одинаковые. Понятно, книжки у нас все есть, но иметь нужно в виду следующее. Значит, на каждый вопрос 2 минуты. Если не знаешь, где что взять, значит, не найдешь. Все понятно, да? Вот. Значит, ну, надеяться на то, что вы с телефона, с интернета спишите. В интернете есть все. В том числе, Билибердар. Которую тоже, как говорится, так что вот это информация о размышлении. Не выбирать что-то, понимаете? Но когда бывает в виде теста, то тоже можно, соответственно, менять. То есть я знакома со студентами, которые выбирают хуже, чем если просто только можно. выбирать. Понимаете? В среднем, вот если хаотически нажимаешь клавиши, да, бывает результат получается лучше, чем человек осознанно что-то нажал. Такое тоже, к сожалению, бывает. По истории физики. Может, и сами, как говорится, моего списка дел. А число? Число какое-то будет определенное, которое нужно сказать, что нужно из спроса в течение. Безусловно. Безусловно. Он будет определенное число. Значит, понятно, какой он должен быть. Значит, этот реферат, который вы хотите мне сдать, он должен быть весь, как он написан. В учатом виде я рефераты не принимаю. Это понятно, да? Понимаете, можно по буквы на странице. Поэтому страницы, как говорилось, я не считаю. Но я рефераты вообще-то читаю. Если тема не раскрыта, то за такой реферат он уже не поможет. Да, можно написать чего-то, да, но получить очень много. Значит, мой Ленкин, Ловочка, значит, вы когда заканчиваете все занятия? Значит, вы все заканчиваете занятия ориентировочно в апреле месяце. Значит, в мае месяце, это сначала будет зачетная неделя, потом сессия, потом выход на практику и защитить бакабанский работ или курсовый работ. Это не важно. Вот. договоримся так. Значит, крайняя дата сдачи этих рефератов это 15 апреля. Во второй половине месяца мне ни один реферат не нужен. У меня просто времени для проверки не будет. Значит, все понятно, да? Учебников, по идее, по такому предмету достаточно много по наименованиям. Ну, в библиотеке и такое большое количество экземпляров, так сказать. Вот. Что можно порекомендовать для учтения? Значит, это, во-первых, учебник, автор Кузляцов П.С. Значит, это история физики либо в двух томах, либо в трех томах, как говорится. Что, как говорится, попадется, то и можно читать. Значит, следующая литература значит, это Ильин история физики значит, и, как говорится, любое справочное издание можете брать про нобелевских лауреатах. Примеров, значит, это автор права физики. Про что мы будем сейчас с вами говорить сегодня? Значит, курс, который вы будете слушать, носит название истории лауреатах. Ильин тем не менее, как мы знаем, физика наука неинционированная, она тесно связана с другими науками, как естественного научного направления, так и с математикой. А также любые существенные открытия в области физики имеют выток в технику. То есть, как мы знаем, физика в настоящее время развивается как наука, на которую опирается экономика и опирается военное дело. То есть, оборудованная сфера. давайте теперь посмотрим, какое место занимает физика и техника в культуре нашего общества. Давайте поговорим про термин культура. Кто очень часто употребляет такой термин? Ну, если мы посмотрим на научный мир, то таким термином очень часто пользуются историки. Значит, ну, понятно, таким термином пользуется самая важная наука, которую вы уже изучили, это философия. Ну, кто-то еще будет эту философию не один год изучать в будущем. Такое тоже может поиск изучить. Итак, как же раскрывается вот этот термин культура? Значит, когда историки говорят о культуре, скажем, культура первобытная, культура, скажем, ромбологическая, то по терминам культура понимается вся совокупность материальных ценностей, технологий. Значит, ну, какие технологии мы имеем в виду, когда, к примеру, говорим про рабовладельческое общество, какие там могут быть технологии? Значит, это технологии производства продуктов питания. Значит, это продукты жизнеобеспечения человека. также, когда мы говорим термин культура, значит, мы имеем в виду мораль и право, господствующие философские учения, значит, религия господствующая в обществе и так далее. То есть, подведем итог. Культура это сумма всех материальных и духовных ценностей, которые выработаны человечеством к тому или иному времени. В целом, культуру общества условно можно разделить на две части. Первая часть это материальная культура общества. Именно материальная сторона культуры связана с обеспечением жизнедеятельности человека. Именно сюда входят оружие труда, технологии господствующие в обществе, способы выработки и распределения энергии, связь, транспорт и так далее. Именно материальная культура определяет уровень развития общества. Вторая часть культуры это духовная культура. Что она включает? Мораль, право, искусство, значит, религию. Вот. Можно долго перечислять. Но в целом принято духовную культуру общества делить на три части. Начнем с самой древней из этих частей. Это религия. Значит, итак, что же характерно для религии? Религия возникла на зале образования человеческого общества. Когда человек пытался найти объяснение окружающему миру в неких догадках аналогия в жизни людей и жизни животного и растительного мира. На чем основана любая религия? Религия основана догмах. То есть последователь религии верит в эти догмы и эти догмы не подлежат никакой проверке. И именно на основе этих догм любая религия пытается построить картину окружающего нас мира. То есть создать единую картину мира. подчеркнет что все это религия любая религия пытается делать на основе догм которые не подлежат правительству. А именно мы можем утверждать что любой религии во первых присущ иррациональный способ познания окружающего мира. То есть это способ который не основан на логике и причинно следственной связи. Этот способ основан на духе. Ну очень хорошо. Значит если мы возьмем с вами старейшие университеты которые имеются в нашем мире значит ну какие самые старые университеты на земле известны. самый старый университет в Багдаде. То есть первые университеты они появились в 8 веке нашей эры в мусульманском мире. Значит первый университет это Багдадский университет следующий был создан университет в Каире а первый университет в Европе появился в Кордове в мусульманской Испании. В своей основе эти первые университеты это были мусульманские университеты где наряду с основами наук изучались основы религии. Первые университеты в христианском мире появились тремя веками позже. Значит это университет в Балунге значит это Сармонна Боннский университет и Окла. Значит также если мы посмотрим на эти университеты в своем составе они имеют геологические факультеты. Чем занимаются ученые геологи? Как правило эти ученые занимаются проверкой в соответствии того или иного религиозного учения изначальным догмом религии. И здесь используется та же самая причинно-следственная связь как в любой науке используется в кодеке. То есть религии присущи рациональной и иррациональной формы познания окружающего мира. тем не менее религия для объяснения картины мира человеку в какой-то момент времени показалась недостаточной. Ну действительно давайте посмотрим какие же вопросы ставит любая религия об устройстве окружающего нас мира. Возьмем к примеру хорошо знакомую нам Библию. Согласно Библии мир в котором мы живем создал Бог. И Библия дает исчерпывающий ответ на вопрос о том зачем Бог создал мир в котором мы с вами проживаем. но Библия ни в одном своем месте не говорит о том каким образом Бог создал вот этот мир где мы живем. То есть вот рецепта создания нашего мира в любой научной лаборатории ни в основе в религии не подчеркнет. А вопросы о том как зародилась жизнь почему на земле есть горы почему цветут цветы эти вопросы вставали перед человечеством всегда. Четверто для того чтобы дать ответы на эти вопросы значит пришлось человечеству заняться наукой. То есть наука ради нас конечно во-первых чтобы удовлетворить текущее нужды населения его потребности в его хозяйственной жизни а также дать ответы на ключевые вопросы мироздания. Вторая часть духовной культуры общества это искусство. Искусство отражает окружающий нас мир в произведения искусства каждое произведение искусства отражает какую-то небольшую частичку мира в котором мы проживаем и это искусство оно отражает этот мир субъективно преломление через разум вот этого деятеля искусства который сносил данное произведение искусства и на построение единой картины мира искусство не претендует и никогда не претендовал в отличие от религии. Ну и наконец мы перейдем к третьей части духовной культуры это наука. Давайте попытаемся выяснить что же представляет из себя наука. Ну во-первых что мы можем утверждать науке присущ рациональный метод познания на основе причинно-следственной связи и подушки наиболее удачное определение науки было дано немецким философом Георгом Гегелем. Напомню что Георг Гегель проживал с 1770 по 1831 год но тем не менее как гениальная личность он в то время подметил чержит присущие любой науке. Итак давайте запишем признаки науки по генингу. Первый признак существования достаточного объема опытных данных. Ну вот мы все знаем что науки существуют очень разные и не только одна фишка где понятно что из себя представляют опытные данные. Существует к примеру филология так ведь да? Вот к примеру мы с вами решили изучить турецкий язык. Что же будет этим процессом накопления опытных данных? Это выработка определенного словарного запаса. Вот оно награждение опытных данных. Второй признак науки по генингу построение модели систематизирующей опытные данные. Ну как мы понимаем наука пытается дать картину единую окружающего нас мира. Поэтому естественно все то оберег опытных данных что нас окружает наука будет пытаться каким-то образом систематизировать. То есть создать модель которая все раскладывает по полочкам. Ну опять же вернемся к изучению турецкого языка нашего примера. Значит что же делает эта модель которая все систематизирует? Ну вот у нас турецкие слова она выделяет глаголы существительные прилагательные места этих всех слов в предложении. Значит временно глагола как создаются вот она систематизирующая модель. Вот и наконец третий признак науки по детелю возможность на основе модели предсказать новые факты лежащие вне первоначального опыта. турецкого вот давайте опять же вернемся к турецкому языку и к филологам которые изучают турецкий язык. Что же они могут спрогнозировать на основе этой модели систематизирующей слова турецкого языка? Они могут спрогнозировать характер развития турецкого языка в следующем веке. То есть какие будут формы произношения скажем через туалет какие будут формы правописания и как из каких-то зарубежных слов обрадуем эти слова которые отсутствуют в турецком языке и как эти слова склонять и сочетать другими словами. То есть как мы видим дети очень удачно определил признаки науки. Давайте теперь посмотрим чем же отличаются науки которые известны на сей день. Очевидно что науки с которыми имеет дело человечество отличаются по предмету изучения. Ну что это за предмет изучения. Все науки можно разделить на две группы. Первая группа наук это науки об окружающем нас мире. И вторая группа наук это науки об обществе. ну вот вы на этом моменте мы с вами делаем перерыв за пять минут потому что время подошло. Ну и так давайте перечислим ломки об окружающем нас мире. Что это физика химия биология география геология геология астрономия науки объединяются термином естествознания. Ну и наконец науки об обществе это какие науки политология социология темология экономика психология педагогика и так далее. То есть это гуманитарные науки. Физика как мы видим это наука которая входит в группу наук объединяемых терминов естествознания. Все науки естествознания связаны между собой. Первый из неопределенной области натур философии выделилась физика. Значит она выделилась из натур философии в 17 веке. Следующая наука выделившаяся из натур философии это химия. Физика и химия тесно связаны. именно объединение строения атома и строения молекул нашло на основе законов физики. То есть на основе квантовой механики. в своем развитии в химии выделилось два основных направления. Это неорганическая химия которая открыла окно в мир неживой природы. Именно неорганическая химия наряду с физикой лежат в основе астрономии и геологии. Органическая химия послужила окном в мир живой природы. То есть органическая химия тесно связана с биологией и законы физики точно также работают в биологии. Значит ну соответственно биология и геология это то на чем основана география. То есть законы физики и биологии точно также работают и в географии. То есть можно сказать что физика это основная естественно научная дисциплина законы которые работают в любой другой естественной научной дисциплины. Все науки объединяемые термином естествознания ставят перед собой одну цель построения общей картины мира на основе рационального познания мира. давайте посмотрим как связаны между собой физика и эльфа. Ну что можно сказать на этот счет. Оказывается все достижения физики более или менее заметные приводят к совершенствованию технологий которые господствуют в данный момент в обществе. Ну почему же эти технологии нам так важны в настоящее время? ежегодно на земле производится 15-20 миллионов машин и механизмов. Эти машины и механизмы образуют техногенную сферу. Вот давайте посмотрим что же бы произошло с нашим обществом если бы эти машины и механизмы демно и ночно не трудились на производстве. Насколько можно эти машины заменить мускульным трудом человека? Значит если мы возьмем все население земного жара включая владельцев и заставим все это население работать 24 часа в сутки что как вы понимаете невозможно то окажется с помощью мускульной сены таким образом человечество может создать только 5% ванового мирового продукта. Значит 95% этого продукта за нас с вами создают вот эти машины и механизмы которые образуют иклогенную сферу. Поэтому очень ясно представляется соотношение между новкой и техникой. Последняя большей частью является прикладной физикой и ее прогресс очень часто идет по средам успехов физической науки. Ну конечно бывают отклонения от этого. Именно техника позволяет поставить физический эксперимент на тот уровень на котором он находится совершенствовать этот эксперимент и в ряде случаев значит развитие техники выливается в существенные научные достижения физики. Пример этому является создание паровой машины Джеймсом Уартом в 1770 году. Значит именно создание паровой машины привело к бурному прогрессу физики тепловых явлений. Итак как мы видим физика и техника очень тесно связаны между собой. То есть раздельно рассматривать смыслом мира. Значит так мы с вами только что говорили значит паровая машина значит также очень важным в физике явилось создание динамо машины Вернером Сименсом в 1867 году. Значит это привело к исследованию в области электромагнитизма и выходу классической физики на те позиции на которых она оказалась в конце 20-го года. то есть техника она тоже играет определенную роль в прогрессе физической науки. Давайте посмотрим какова же структура любой новой физической теории. Здесь можно также отметить три пункта. Первое что мы отмечаем когда говорим про какую либо новую теорию это новизна теории. То есть возможность этой теории систематизировать все опытные данные которые в данный момент существуют в науке. В данной области. Второй признак новой физической теории это преемственность. Что означает слово преемник понятно, да? Преемник последователь. Слово преемник пишется через две буквы Е отличается отличается от слова приемник. Третье что нужно выделить подтверждение эксперимента. То есть определяющую роль в любой новой теории играет эксперимент. Именно физический эксперимент это предель истинности любой физической научной теории. Если эта теория подтверждается экспериментом, то она является истинной. Давайте посмотрим какова же структура любого физического эксперимента. Во-первых, когда мы хотим поставить физический эксперимент, мы выделяем исследуемую физическую величину. В количественном отношении эта физическая величина индивидуально для исследуемого нами объекта. То есть вторым действием мы набираем объект. Третьим наших действием будет выбор метода измерений. Как мы знаем, методы измерений бывают прямые и косвенные. то есть методики измерений могут очень сильно отличаться друг от друга. Ну, пример, да, мы рассчитываем массу растительного масла. Как мы можем поступить? Вмешивать то, прямой способ и брать мерный стакан и по плотности масла судить о массе масла, занимающего данный объем. То есть это посвенный метод. Далее идет выбор единиц измерения и, понятно, измерительных приборов. Понятно, что один и тот же опыт, который проводят люди в различные времена жизни, могут сильно отличаться друг от друга. То есть процесс взвешивания в средневековье мог очень сильно отличаться от процесса взвешивания тем в настоящие дни. То есть приборы, их точность оказываются совсем иными. Совсем иными оказываются и единицы измерения, и короны этих единиц, и соответственно точность измерения диктуем этими единицами. Также от уровня развития науки и техники зависит метод измерения. То есть как мы видим с точки зрения развития науки ни один эксперимент нельзя считать абсолютно. То есть в какой-то момент времени он свидетельствует о чем-то, но спустя какой-то промежуток времени любым исследователям он может показаться не очень точным. И вообще в общем существуют два фактора неточности эксперимента. Первый фактор объективный. Это несовершенство методики и приборов производящих измерения. Как мы говорили именно эти черты определяются уровнем развития науки и техники. Также ошибки в результатах измерения вносят динамизм окружающей среды. как вы знаете в поговорке нельзя дважды пойти в одну и ту же воду. Все меняется. И на самом деле в окружающем нас мире происходят довольно-таки быстрые изменения. второе фактор неточности эксперимента субъективно. Его вкратце можно сказать в словах человеку свойственно ошибаться. То есть ошибки могут быть присущи любому человеку. История науки которой мы с вами сейчас занимаемся рассматривает только вершины данной науки. И поэтому в тени наших с вами рассмотрений окажутся тысячи людей, которые посвятили свою жизнь развитию физики и детки. Значит, порой такими исследованиями они занимались самоотверженно, но тем не менее история их имен не сохранила. Но надо помнить, что те итоги, которые достигла современная наука, это результаты труда очень большого количества людей. то есть наука это коллективная деятельность множества ученых. Это также является историческим фактом. К примеру, когда мы говорим про один и тот же закон, у этого одного и того же закона может быть несколько первооткрываний. и наука сохранила имена этих первооткрывателей. Ну, к примеру, вспомним законы идеальных газов, закон Бойля Марионта. Значит, сначала этот закон был открыт английским физиком Бойлем, а спустя 15 лет, независимо от этого, значит, этот закон был открыт французским физиком Марионтом. То есть, вот пример закон Бойля Марионта. То есть, как показывает история науки, над этой проблемой работал не один только ученый. На самом деле, свойства идеальных газов рассматривали большие коллективы ученых. Физика, чьи успехи имеют значение для нас с вами, для нашей экономики и военного дела, выделилась из латур философии сравнительно недавно. Поэтому первое, что мы с вами будем изучать первая часть каждого изучения, это будет изучение истории науки в целом. То есть, первые шаги делала одна общая наука, и только потом из нее выделились отдельные науки естественно научного направления. Также необходимо отметить связь физики с математикой. Математика стала интеллектуальным оружием физики. Именно на языке математики получаются точные формулировки, количественные физическим законам. Многие успехи физики были тесно связаны с успехами математики. Давайте посмотрим к примеру на классическую механику, созданную Исааком Мюдовым. Для создания классической механики Исааку Мюдову потребовалось интегродифференциальное исчисление, которое он и создал для того, чтобы сформулировать загоны классической механики и проверить их на астрономических объектах. То есть Исаак Мюдов это один из творцов интегродифференциального исчисления совместно с математиком Водфридом Лейтницей. Вот пример. Создание бодрости знаний, когда в ней появилась потребность физики. Точно также вот зачастую возникают очень такие невидимые связи отдельных разделов физики с математикой. Второй пример. Квантовая механика. Что может быть более абстрактным, чем алгебра матерца? но именно материчная алгебра потребовалась Фернеру Гейзитбергу для создания материчного варианта формулировки залонов ватовой механики. Как мы видим, при таком взаимодействии физики и математики зачастую происходит обогащение не только физики, но и математики. Ну вот, давайте еще один пример из этой области я привезу. Еще в XIX веке физике и математикам были известны нелинейные дифференциальные уравнения. Значит, это хорошо известные физики уравнения Бюргерса, уравнения Картеверда Дефриза. И вот оказалось, что найти решение нелинейного уравнения Картеверда Дефриза удалось на основе физики. Значит, проинтегрировать это уравнение в общем виде впервые удалось физикам. Значит, это московский физик по фамилии Закаров, который связал уравнение Картеверда Дефриза с хорошо известным нормоуравнением Шренингера или, как в математике называется, задачей штурма и умения. Значит, и на яркую смесь удалось связать уравнение Картеверда Дефриза с обратной задачей геонии разделения. то есть восстановление растеивающего потенциала по виду волновой функции. Такие задачи квадровая механика решала. И, соответственно, в 21 веке мы уже хорошо знаем эту методику. Она была доработана математиками. и сейчас ей широко пользуются. То есть, вот пример обогащения математики путем физических исследований. Вот. То есть, такая потребность появилась и вот эта задача интегрирования нелинейного деливенциального уравнения была решена. Спасибо. Итак, значит, давайте подведем итоги. Какие цели изучения истории физики мы с вами присутствуем? А кого же наши с вами короткие цели? Первая цель это исследование закономерности развития физики как науки. Ну, почему это необходимо знать? Как мы видим, развитие физики приводит к прогрессу техники и развитию экономики. Поэтому очень важно знать, какие нужно делать шаги, чтобы физика развивалась и дальше. Второе почему мы с вами изучаем историю физики? изучение процесса развития физической науки. Что нужно делать изнутри науки, а не снаружи, чтобы эта наука наиболее плодотворно развивалась? Третье, что мы смотрим? Восстановление полной картины развития науки. то есть какие факторы в истории поверяеме на процесс развития науки. Ну и наконец, последняя цель, которую мы с вами преследуем, это чисто педагогическая цель. Значит, если кто-то из вас тогда будет преподавать данные приемные, то это преподавание будет наиболее плодотворным, если вы будете знать те основные этапы развития физической науки. Остановимся теперь на вопросе, какими методами пользуется история физики. Первый метод это исследование источников. То есть это исследование трудов основоположников физической науки. Именно поэтому до сих пор выпускаются вот эти научные труды ученых, которые, к примеру, проводили свои исследования в 19 веке. Второй метод, который пользуется историей физики, это моделирование исторически решающих экспериментов. То есть вот эти эксперименты физически значимые, которые решили судьбу того или иного закона, проверяются и в настоящее время, чтобы установить, насколько и в каких пределах является актуальным данным физических загон. Третий метод, это статистический метод. То есть в современной литературе, где работает очень большое число ученых различных странах, исследуется индекс цитирования. То есть вот вышло очень много различных физических работ. как в настоящее время мы можем оценить, какие из этих работ наиболее значимы. Ну, очевидно, помощь нам и будет вот этот статистический метод. Значит, мы подводим число цитирований той или иной работы и решаем, в какой из научной работе чаще обращаются другие исследователи. Видимо, эта работа и является наиболее актуальной в настоящее время. Четвертый метод, который используют истории физики, это метод на интервью. Значит, творцов физической науки очень часто интервьюируют, а также изучение воспоминаний творцов физической науки. Рассмотрим теперь основные периоды развития физики. Первый период в развитии физики длится до 16 века нашей эры. Ну, мы с вами рассмотрели признаки науки по Гегелю, то есть вплоть до 16 века нашей эры мы можем считать, что идет накопление опытных данных, которые и подлежат систематизации. Второй исторический момент развития физики это эпоха формирования физики на науке. Что-то произошло произошло в течение 17 века и вплоть до конца 18 века шло, то есть эпоха формирования физики как науки. с 18 1800 года по 1912 год это эпоха классической физики. Именно в 19 веке в том виде, в котором мы знаем классическую физику сразу классическая механика был создан электромагнитизм, была сформулирована оптика в том виде, в котором мы ее знаем и в это время было создано учение о теплоте. То есть 19 век это время создания термодинамики и статистической физики. То есть в 19 веке значит было завершено формирование классической физики. И в 1912 году наступила современная эпоха. Это эпоха квантово- реликтивистской и субботомной физики. Значит эта эпоха длится и по сей день. То есть вот такие основные этапы в истории физики. Соответственно эти этапы мы с вами будем рассматривать на следующих лекциях. А сейчас достаем лекциях. Блищ LS ... ... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...